Всем привет, друзья! С вами Алексей, приветствую вас на канале по заработку на криптовалюте. Сегодня снова разговариваем о аэрдропах и ретродропах. В этот раз у нас на обзоре скролл, досмотрите ролик до конца, авансом ставьте лайки и пишите комментарии. Ну а мы с вами сегодня будем рассматривать скролл, его тестнет. Я заметил, что у меня на канале много чего появляется о скролле, именно в телеграме. Кто не подписан на телеграм, пожалуйста, подписывайтесь. Но на ютубе ничего нет и я решил это исправить. Я думаю, что так будет правильно. Прежде чем мы начнем, хочу сказать, что вообще будет ли ретродроп непонятно, будет ли награда за тестнет тоже непонятно, будет ли свой токен никаких подтверждений нет. Но ZK EVM Mainnet он появится уже вот следующим этапом. То есть сейчас закончится альфа тестнет проекта, после этого уже нас ждет Mainnet. То есть очень скоро, но намекают, что в конце этого года может выйти скролл. То есть в конце 23-го, может быть, я думаю, что может выйти и раньше. Зависит от того, какой будет рынок и как команда будет принимать решение. Почему стоит принимать участие в скролле? Я об этом так себе сужу, потому что уже 80 миллионов привлечено. Если вот тут я напишу скролл, то вот 7-го марта я еще писал, вот 4-го марта я делал пост о том, что 30 миллионов и еще 50 они привлекли. Ну, еще раз. Давайте расскажу вам о том, что можно тут поделать. В первую очередь, что нам пригодится. Ищите разные гуэрли-краны, которые вам помогут. Ну, я думаю, что основные экраны... Это... У меня кот прыгнул на меня. Основные экраны это гуэрли-фаулсет, парадигм-мультифаулсет и вот этот бит-эзен. Если не получается, тут ищите в других, либо используйте мосты, чтобы перекидывать с других тестовых сетей. В скролл альфа давайте поговорим о том, ну вот если у вас есть уже в гуэрли, то в принципе не проблема, потому что вам нужно использовать мост. Ну, и во всяком случае это все гуглится, потому что разные экраны в разное время работают и не работают. Сейчас стало чуть-чуть тяжелее с экранами, поэтому так происходит. Так, присоединяем кошелек на официальном мосте и вот видим, что у меня в скролл альфа уже есть. Вам тут в принципе нужно всего лишь ввести, сколько вам нужно перевести гуэрли в скролл альфа. Ну, либо, да. И потом можно сделать это в обратном порядке, то есть потом еще раз перевести, тоже сочтется как активность. После того, как у вас получилось использовать мост, это занимает некоторое время, можно потестировать обмены на юнисвапе именно в сети скролл альфа тестнет. Что тут можно сделать? Я вот столкнулся, помню, когда первый раз делал первый аккаунт сюда, я тут столкнулся с такой небольшой проблемой, потому что у меня не было как добавить ликвидность. То есть у меня был эфир и вратнутый эфир. Вот видите, если вы так посмотрите, то получается только так. Я нашел адрес контракта USDC в сети скролл альфа тестнет и его сам самостоятельно добавил. То есть после того, как мы обменяли, получается у нас следующим образом. После того, как мы обменяем эфириум на USDC, мы уже можем в пулах добавить его в ликвидность. Типа, так, сейчас. Не то. Да, 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 пулы. Вы можете нажать новая позиция, выбрать вот теперь тут, ну, можете через адрес контракта USDC, да, который вы обменяете все-таки. Положите сюда и у вас получится тут сделать пару, выбрать тут параметры и добавить USDC и эфир. Я это все не буду ждать подтверждения транзакции. Я думаю, что поэтапно останавливая видео, вы это можете сделать. Ну и после того видим, что можно использовать мост в обратную сторону, что я уже сказал. Ну и я делал апдейтик такой по скроллу. Что еще можно сделать? Можно еще на SyncSwap то же самое сделать и на AWE. Ну, давайте по порядку. На SyncSwap, я думаю, примерно понятно. Все, как и с Uniswap. Получается, все, что нам нужно, это подключиться в сети скролл альфа тестнет. После того, как мы подключимся в сети, можно поюзать свапы, добавить ликвидность. То есть, сейчас, секунду. Тут нужно изменить. Вот скролл альфа, видимо. Вот он доступен. Есть тут даже... Ага. Можно даже... Тестовые эфиры. Ага, оно на Гарли Фаусет. Ну ладно. Тут вы можете точно так же обменять. И потом в пуле добавить ликвидность. То есть, все, как и... Все, как и всегда. Вот видите, у меня ассеты в пуле уже есть. Или это не мои? А ну... Не, у меня нету. Вот, видите. Ну, в общем, вы можете трейдануть вот так. Только тут нужно очень мало, потому что эфир очень дорогой, тестовый. И получается, что USDC очень много... Очень много дают USDC. И за это ругается сайт. Поэтому будьте внимательны. Когда там уменьшайте, пробуйте по-разному. Пробуйте разные методы. Потому что все-таки это тестовая сеть. И в этом и смысл, что она должна там где-то пролагивать, где-то показывать свои минусы и так дальше. Так. Транзакция у нас отправлена. Я сейчас покажу коротко, что тут делать. И, в принципе, поедем дальше. Потому что активности у нас еще очень много. Это все делается для того, чтобы претендовать, ребят, на какой-то дроп от скролла. И по максимуму сделать активности, которые, в принципе, не сильно затратны. Так, депозит. Ну, и, в принципе, я думаю, что дальше вы понимаете. Вот, сбалансировал, да. То есть, подтверждаю USDC. Давайте. Unlocking USDC. Это касательно активности на SYNC SWAP. Обмены. Добавить ликвидность. Возможно, убрать ликвидность. И что-то такое. Нажимаем кнопочку депозит. Чем больше вы делаете транзакций с каждого аккаута, тем, я думаю, что лучше. Потому что неизвестно, какие будут условия. И будет ли награда вообще в целом неизвестно. Но, чтобы потом не жалеть, да, чтобы не испытывать фома, я скажу сразу, я делаю не с одного аккаунта эти все активности. Да, это заморочливо. Я согласен. Немножечко долго это все занимает время. Но все-таки приятно. Перейдем к Аве. К Аве тут все коротко. У нас можно засуплайить эфир сюда. И потом занять под эфир любой актив, который есть в этом списке. То есть, я думаю, тут нужно будет вам поменять, конечно. Так, можете тут запросить. Видим, что можете потом даже на эфир обменять. То есть, вам нужно будет поменять на скролл альфа. И уже потом делать активности. То есть, все, в принципе, более-менее, я думаю, понятно. Ну и давайте я расскажу о скролл апдейт 2. Все эти посты, ребят, они находятся в описании. В телеграме. Там ссылки будут на телеграм-посты. И вы это все сможете увидеть. В первую очередь, что нужно сделать, это вступить в их гильдию. Подписаться там на твиттер и дискорд. Потому что без гильдии почему-то не пускают в дискорд. Вот странная какая-то у меня на остальных аккаунтах особенность. И тут мистери роль можно получить. В принципе, у меня почему-то... Ну, я понял. Я не буду уже вступать в гильдию. Все это очень долго. В общем, вы сможете. Тут, я думаю, что разберетесь. А, возможно, все у меня дало доступ. Не надо ничего делать. Мне дали вот эту мистери роль, если я не ошибаюсь. И пока что других никаких. Тут видим, что еще есть разные поапы, оаты и так далее. В принципе, вот такие вот тут в гильдии. Но без гильдии почему-то к скролл присоединиться у меня с остальных аккаунтов не получилось. Помимо гильдии подписаться на твиттер, выполнить квесты на лейер 3. На лейер 3 тут вообще все просто. Я не буду даже открывать. Просто выполняйте квесты, нажимайте там continue. И, в принципе, на этом все. То есть, там 4, по-моему, странички пролистать. Можно также использовать BRIDGE, DEVC BRIDGE, вот этот вот MES PROTOCOL и ZADA FINANCE. Сейчас расскажу коротко о каждом протоколе, для того, чтобы вы могли понимать, что тут происходит. Так, стираем. Давайте вот это вот берем лишнее. То, что мы уже прошли. Так, так, так. Тут трансферы. То есть, тут вы можете из скролла и в скролл закидывать. Тут все очень долго работает с тестовыми сетями. Надо тестировать. Но вот у меня трансфер из BSC в скролл альфа. Он очень долго идет. Он уже сколько? Сутки идет. Поэтому тут останавливаться. Я думаю, пробуйте с разных сетей, где у вас что тестовое есть. Пробуйте закидывать. Если вам тем более нужны тестовые скролл эфиры. Тут все, в принципе, немножко по-другому выглядит. Тут вы можете депозитить и выводить, когда на MES PROTOCOL придете. Вы можете задепозитить сюда эфир. Затем торговать. Вот тут вот. Или конвертировать. Вот видим, что пула тут еще нет. Ну, я так понимаю, тут на GoEarly, да, отправляют. Ну, в общем-то, вы можете тут трейдить разным образом. То есть продавать, покупать по маркету. Давайте попробуем MarketBuy. Оно не всегда работает. Не понимаю, почему. Возможно, из-за того, что тут это тестовые сети. Тут видим, что стаканы сумасшедшие, да. Ну, вам нужно тут подписывать транзакции. Вот, у меня ордер прошел. Я купил себе немножечко эфира. Да, получилось купить. Вот таким образом это тут работает. Тоже можно по минимуму или по максимуму использовать. Можете вообще чуть-чуть, чем можно чаще. Для того, чтобы тут уже назад финансе уже участвовать. Тут у нас что есть? Тут есть свапалка. И, как обычно, есть пул, в котором вы можете добавить ликвидность. Вот я добавлял ZDA и ETH. В принципе, все тоже визуально понятно. Layer 1 Bridge. Ну, это, понятно, официальный бридж от скролла. В принципе, больше вам ничего тут не нужно. Нужно только активничать по максимуму. Подчеркнем то, что у нас получается. У нас есть посты в Телеграме. Вы можете перейти, сделать это все постепенно. Добавить себе скролл альфа тестнета в список тех проектов, которые нужно делать. Ну, потому что привлеченные 80 миллионов долларов тоже не очень слабо. Хотя на фоне других проектов, возможно, выглядит как намного меньше. Но все-таки вы же понимаете, что все эти протоколы для масштабирования эфира, они обычно выходят хорошо. Поэтому я думаю, что в доступном варианте вам объяснил, сколько и что нужно делать. Ну, вообще, в целом, я регулярно повторяю эти действия. Возможно, за это ничего не будет. Возможно, нам насыпят скролла. Возможно, дадут какие-то приоритетки в сейлы. Ничего не известно. Но, спасибо, что досмотрели ролик до конца. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Алексей. Подписывайтесь на другие соцсети, на Инстаграм, на Телеграмы. На все, что увидите в описании. Всем хорошего заработка, мирного неба над головой. И всем пока.